После долгих поисков переводчика и того, кто озвучит на английском языке мою концепцию по социальному гиперреализму, я наконец-то решился пойти на следующий шаг, на который я давно не решался. Я решил опубликовать это видео таким, какое оно есть, таким вот смонтированным, каким я его сделал. Это видео, как бы домашняя лекция, где я рассказываю о своей изобретенной концепции. С этой концепции я выступал на лекциях в своем городе, то есть я свои лекции устраивал, сам договаривался, библиотеки устраивал, на которые пришел один человек. И в Москве, в антикафе я делал лекцию сам за свои средства и сам оплачивал зрителей. Зрителей, платный был вход, я оплачивал за свои деньги свой вход в качестве лектора в антикафе в Москве и за зрителя оплачивал деньги. То есть там все платно. И зритель там был один, то есть нас двое было. Потом в Москве проходила лекция, эта же лекция в библиотеке в одной, где присутствовали несколько человек, можно сказать. И это было одно из самых, наверное, лучших событий, которые произошли со мной в Москве. И помогите перевести и озвучить это видео и текст моей концепции, которую я могу вам скинуть, перевести это на разные языки. На немецкий, на французский, на японский, на другие языки, где могут оценить концепцию, где люди ценят. Например, в англоязычном мире я знаю, что развито современное искусство. Моя концепция является новым направлением в современном изобразительном искусстве. И у меня уже есть она переведенная. Я за свои деньги перевел ее на английский язык, но качество этого перевода под сомнением. И весь мир должен узнать о социальном гиперреализме. Я мечтаю провести выставку и лекцию в Берлине, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Нью-Йорке, где угодно, где это способно оценить. Помогите распространить эту концепцию, это видео среди англоязычной аудитории. И присоединяйтесь к моей идее концепции социального гиперреализма и также концепции города будущего. Однажды я пытался сделать свой город красивым, и за это на меня нападали и втаптывали в грязь. Я художник Александр Леонин. Я изобрел социальный гиперреализм. Это новое направление в современном изобразительном искусстве. Если ты русскоговорящий, если ты можешь это озвучить, перевести, то переведи это на английский язык. У меня уже сотни картин и рисунков в этом стиле и также обычных пейзажей в комнате пылятся никому не нужные в провинции в Сибири, где я живу. А теперь я сейчас быстро зачитаю саму всю свою концепцию по социальному гиперреализму, которая должна быть наложена по идее на вот это видео. Я разработал концепцию, которую я хочу рассказать миру. Я хочу предложить новое направление в современном искусстве. Я художник Александр Леонин. Открыл новое направление в изобразительном искусстве, которое раньше называл патологическим, в скобках, агрессивным, депрессивным экспрессионизмом, постабстрактным гиперреализмом. Но окончательное название – это социальный гиперреализм, который я уже никогда не поменяю. Это название лучше всего отображает концепцию моего творчества. Я родился и живу в Сибири, в провинциальном закрытом городе. Я изобрел социальный гиперреализм и подробно описал его концепцию. Это новое направление в современном изобразительном искусстве, о котором я мечтаю рассказать всему миру. Я работаю уже много лет в данном направлении и создал более сотни картин. Я мечтал и пытался подарить свои картины и концепцию социального гиперреализма Москве. Но в России никто не интересуется современным искусством, и мои картины и идеи пытаются уже много лет. Поэтому я обращаюсь к вам в надежде быть услышанным. У меня есть пейзажи, выполненные асфальтовыми мелками на наждачных бумагах и других поверхностях, которые сделаны вдохновленные картинами классических русских художников-передвижников конца 19 века. Десять лет я рисовал такие пейзажи длинными суровыми сибирскими зимами у себя дома. Весной и летом рисовал их для своего города на тротуарах и на стенах домов. Запомните эти пейзажи, потому что больше мы к ним не вернемся. Эти пейзажи больше не соответствуют миру, в котором мы сейчас живем. Художник, который рисует такие пейзажи, сегодня сумасшедший. Сейчас я покажу вам другие свои работы, которые с фотографической точностью передают реакцию, чувственную картину, реальную чувственную картину современного общества. И с этого начнем лекцию о критическом социальном гиперреализме. Забудьте об этих пейзажах, которые я когда-то рисовал 10 лет своей жизни. Послушайте мою лекцию о социальном гиперреализме. Социальный гиперреализм – это фотографически точное изображение социальной реальности. Если бы существовал фотоаппарат, который может запечатлеть чувства, душу, подсознание этого общества, то он бы фотографически точно запечатлел именно те надрывные картины ужаса, которые я представляю вашему вниманию. На первый взгляд, эти работы могут показаться похожими на абстрактный экспрессионизм. Но в экспрессионизме художник выражает свои личные переживания, а я выражаю подавленную душу и личность общества. В своих картинах я стремлюсь выразить не только свой собственный крик, но и крик сотни тысяч людей моего города родного. Людям заткнули рот, и они не могут это сделать. Я делаю это через свои картины. В картинах социального гиперреализма выражены те стороны неприглядной реальности, переживания, настоящее чувство, от которого многие люди бегут, попросту пытаются забыться. Закрывают глаза на реальность, я ображаю ее в полной красе. То есть это крайняя форма критического изображения действительности. Раньше было такое направление, как критический реализм, когда великие русские художники позапрошлого века изображали страдания простого народа, официально освобожденного от рабства в результате реформы 1861 года, но на деле еще больше закрепощенного. Они показывали войну, нищету, отчаяние, быт и картины социальной несправедливости. То есть все те неприглядные стороны российской действительности того времени. Эти художники были изгнаны из Академии художеств за свой протест, в результате объединились и колесили по стране, устраивая передвижные выставки, донося свое искусство до каждой глубины, до каждого простого человека. Их творчество находило отрек в сердцах простых людей того времени. Социальный гиперреализм продолжает критический реализм, позабытый более чем на сто лет, но продолжает его уже в более интенсивной, болезненной, мрачной, доведенной до крайности форме. В социальном гиперреализме одним из важных критериев влияет прежде всего осознанный выбор выражать тяжесть. Это отсутствие стилизованности, сглаженности образов, использование ограниченной палитры красок, зачастую преобладает два цвета в качестве основных. Крайняя степень контрастности, хаотичность, изломанность линий, сильные искажения. Образы поражают, ужасают зрителей, а не вызывают эстетическое наслаждение. А по краям картина уходит во мрак. Картины социального гиперреализма не предназначены для украшения интерьера и не служат в качестве оформления каких-либо декораций. Они вскрывают проблемы современного общества, и все выразительные средства направлены именно на эту цель – показать проблемы общества. Вероятно, что каждый чувствующий человек может делать это, в то время как современное искусство создает иллюзию того, что это может делать каждый, а классическое создает впечатление, что писать такие картины может только профессионал. В социальном гиперреализме изображенное показано изнутри, а не снаружи. Изображенное накалено до предела. Границы стираются, улицы, помещения исчезают, дома, люди, предметы уступают месту одной бесконечной боли. Это одна из последних картин Винсента Ван Гога, написанных перед самоубийством художника. На мой взгляд, она представляет из себя кипущее море отчаяния, или ее можно представить субъективно. В картине стирается грань между небом и землей. Она очень словно. Это я сейчас описываю пейзаж Ван Гога. Я увижу здесь, как и в позднем искусстве Ван Гога, как раз те некоторые признаки приближения к ограниченному использованию цветовой палитры, хаотичности, трагичности образов. Он стремился выразить происходящее изнутри и показать суть предметов и явлений изнутри, а не так, как мы видим их по верхним взглядам, а верхняя часть картины утопает во мраке. То есть он рисовал почти что социальный гиперреализм. И я считаю, что к концу жизни Ван Гог уже почти подошел к социальному гиперреализму, если бы не смерть, которая прервала его творческий путь. Интересно, каким было бы его искусство, если проживил он еще хотя бы 10 лет? Рассмотрим следующую картину Ван Гога. Здесь изображено много людей, несчастных, ходящих в замкнутом пространстве тюрьмы в безысходности под строгим наблюдением надзирателей. Если взять почти любую картину социального гиперреализма, то мы увидим все те же основные аспекты, только доведенные до крайности, являющиеся логическим завершением продолжения этого направления. Множество людей замерло в крике несчастья, а апофеоз несчастья – это социальный гиперреализм. Социальный гиперреализм находится вне ромак натуры, но одновременно изображает ее нутро. Обратимся к искусству Иронима Босха. Вокруг социальной фигуры множество людей, чьи лица искажены страстями и безумием. Если в предыдущей картине Ван Гога это были подавленные несчастные лица, то здесь они возбуждены и озлоблены. Безумие – это то, что запечатлевает социальный гиперреализм в обличительной форме. Наверное, мы уже никогда не узнаем, что именно хотел донести Ироним Босха, показывая такие лица. Показать свое отношение к толпе, социальный портрет общества или показать, какие были нравы у его современников. Но я точно знаю, что нечто похожее изображает в своем творчестве современный российский художник Василий Шульженко. Официально его искусство считается гротескным реализмом, но я считаю, что его картина является самым настоящим критическим реализмом в современных российских реалиях. Он показывает определенные ментальные искажения, отражающиеся на лицах. Если бы русские художники конца 19 века жили сейчас, то они бы писали именно такие картины. Художник социальный гиперреализм – это рука сердца общества, а не личность. Это кисть, инструмент, которому общество выражает свою боль и страдания. Реальность уже достигает такой невыносимой точки, когда реализм уже недостаточно, не точно для ее изображения. Социальный гиперреализм – это экстремальный поиск изображения социальной действительности, который задает порог и планку выше, чем критический реализм позапрошлого века. Все эти показанные мной картины Иеронима Босха, Василия Шульженко, поздние работы Ван Гога и картины русских классических художников-передвижников конца 19 века – все они, на мой взгляд, являются предпосылкой к социальному гиперреализму. Также я отношу к этому некоторые работы «Арт Брюта», которые, на мой взгляд, были ошибочно приравнены к общей массе искусств душевнобольных, и я считаю, что в дальнейшем их следует приравнять к социальному гиперреализму. Например, художница, которая всю жизнь прожила в психиатрическом заведении, в силу своей душевной болезни рисовала любимых кошек и собак в причудливой форме. К концу жизни ее картины приравнены к «Арт Брюту». Или художник, который рисовал свои автопортреты с надписями с оружием в руках. Большую часть жизни провел в психушке, после смерти его картины стали достоянием «Арт Брюта». Мы возьмем художника, которому в силу своих душевных особенностей дискомфортно в этом мире. Он выражает свои страдания и невыносимую энергетику этого общества в ужасающих образах, в своих картинах. Его искусство будет понято правильно только в отдаленном будущем и должно быть причислено к социальному гиперреализму. Если бы люди из отдаленного будущего прибыли в наш век, то они бы почувствовали себя так же дискомфортно, как и этот несчастный художник. А многие обычные традиции казались бы им невыносимым мраком. Если до середины 90-х века еще существовали публичные казни, и люди шли на публичные казни как на праздник, если бы я жил в то время, то я бы изображал это в страшных образах. Я был бы тогда никем не понят. Сейчас же во всем цивилизованном мире публичная казнь воспринимается как дикость, а не праздник. То же самое и сейчас. Существует много страшных бесчеловечных вещей и явлений, которые воспринимаются подавляющим большинством людей как праздник, как норму. Потому что мы все родились в этом мире варварском, современном, который считается современным. Я бы хотел, чтобы люди в итоге сказали, что он чувствовал людей и социум так сильно, что проницательнее всех современных художников выразил в изобразительном творчестве эмоциональное и ментальное состояние душ людей и этого общества. Сейчас я покажу некоторые свои ранние работы, которые я сделал еще не педя как концепция социального гиперриализма. Это одна из моих ранних работ, которую я никак не назвал, потому что не хватало слов, чтобы выразить это. Но вот какое описание я дал этой работе тогда. В центре какое-то существо, зависшее в столь неудобной позе в пространстве. На его спине и голове тяжелое море, прибывающая к нему. Наверху гора и тяжелая туча. Смельцовая туча. В этой работе прослеживаются два мотива. Мотив давления. Существо, похожее на инопланетное, на самом деле может быть и крайне иснащенным человеком из последних сил закричавшим. Одновременно человек является чем-то чужеродным и инопланетным в собственном обществе. Второй мотив. Мотив пристального наблюдения. Насильственного вмешательства в личную жизнь человека. Искажения, комплексы, фобии, страхи являются следствием негативного внимания, отсутствием диалога между людьми на самых разных уровнях, начиная от отношений в семье между взрослыми и детьми и заканчивая государством и народом, отсутствием диалога между властью и обществом. Это отчуждение, недоверие, тяжелое море, океан несчастья, изображенный под глазами хищно и цинично наблюдающим. Все это лицетворение происходящего в обществе. Следующая ранняя работа под названием «Боль». Это изорванные швы, перечеркивание завершающей композиции, словно поставлен крест на этом, решеткообразные, изломанные, заостренные линии, падающие многочисленными пластами. У меня были скудные материалы для изображения, но огромное чувство и волнение, которое я должен был выразить. И единственным средством выражения была механика движения почек, попытка двумя-тремя цветами и скоростью движения выразить эти чувства. Вздыхаюсь. Эта работа была выполнена крайне сильным нажатием, давлением на материал, по причине отсутствия качественного материала. Карандаши и мелки постоянно крошились и ломались, и мне приходилось рисовать оставшиеся кусочками стержня. Это был период, когда я, сам того не осознавая, занимался экспериментами с абстрактным экспрессионизмом на самых необычных материалах. Эта работа выполнена маслом, акрилом, мелками на наждачной бумаге, и я ее назвал «Композиция из лавы, тучи и океанов. Дветочий эскиз для создания будущей планеты между Плутоном, Марсом и Ураном». Дальше я показываю следующие. Ну, это я меняю работы свои, показываю их там на проекторе. Это портрет по мотивам Дюпона, художника-арт-блюта из Франции. С этой работой и многими другими того времени я выделил именно художников-арт-блюта и аутсайд-арт, о которых несправедливо и по незнанию причислили ко всем остальным художникам направления аутсайд-арт. Я назвал этот рисунок автопортретой моего друга из Франции Дюпона. Разумеется, никакого друга у меня и не было, но я тогда, может, кстати, причислил этого художника к своему братству социальному гиперризму. Только сделал это неосознанно таким словами, написав картину с таким названием. Некоторые работы пугали меня самого. Здесь уже видно, как я начал переходить от изображения внутреннего мира к социальному, к изображению того, что происходит извне, на улице. Здесь, например, изображено, как бродячая собака напала на ребенка во дворе. Но все еще продолжаю запечатлевать внутреннее состояние своей души. Это, наверное, одна из первых моих работ, которые я могу по праву отнести к социальному гиперризму. И это одна из моих любимых работ и, на мой взгляд, самых сильных по энергетике. Сначала я не мог дать ей название, так как я считал, что никакие слова не могут передать весь настолько глобальный ужас изображенной сцены. Но зато я дал о работе описание, стоящее из следующих трех слов. Два человека разговаривают. Следующая зарисовка под названием «Прохожая с собакой». А дальше я покажу свои поздние работы, которые впечатляют к социальному гиперризму. Зеркало, в которое забыли посмотреться продавцы моего города. Бумага, уголь, июль 2013 года. Выполненные непосредственно сразу после полученного впечатления. После посещения магазина я взял картон и черный соус, вышел на улицу, положил картон на асфальт, стал рисовать, как обычно, без какой-либо натуры, перед магазином и без каких-либо зрителей вокруг меня. Старая ранее работа выполнена по воспоминаниям о Суриковском училище, где я изобразил слева художника в центре директора и справа его собаку. Внизу даже не ясно, чья рука взяла за плечо художника, и собака с директором кажется слитыми воедино. Когда я читал эту лекцию, то есть не читал, а импровизационно рассказывал в Москве, в библиотеке единственной, которая меня согласилась принять, то там был смех на этом моменте. Ну, в принципе, это хорошо. Эта работа связана с историей, когда я прогулся возле парка у центрального входа в парке Горького и увидел старика, у которого случился инфаркт, и вызвал скорую, которая не приезжала. Я стал просить прохожих позвонить, а прохожие посмеялись надо мной над этой ситуацией. Также я хотел показать работы... То есть и после этого я пошел и стал рисовать вот эту картину, также без окружающих зрителей, без какой-либо натуры перед глазами, не дожидаясь, что кто-то это поймет. Также я хотел показать работы Петра Дика, который не относится к критическому реализму, но он рисовал тоже на наждачной бумаге, пастелью, в той же технике, что и я, и тоже жил в Сибири. Вот, вот, только он, правда, был коренным немцем, поэтому его обратно в Берлин приняли, и он там стал суперхудожником признанным. Потом вдруг его в Москве признали, после того как в Берлине его признали, открыли. Какой великий художник. Вот мои и его работы в сравнении. Вот я там показываю сверху его или, ну, сверху своей, снизу его, ну, неважно. У него истинно графические работы, а у меня они совсем не такие. Я рисовал свои картины, не зная о нем. Я рисовал свои картины, не зная о нем. В заключении я хочу сказать, что мой посыл в том, как показать, каким может быть современное искусство, рожденное... В заключении я хочу сказать, что мой посыл в том, чтобы показать, каким может быть современное искусство, рожденное как реакция на неблагополучную социальную среду. Что художники не должны отчаиваться, и окружающий негатив и сервис нужно сублимировать в изобразительном творчестве. Я мечтаю провести выставку социального критического гиперриаризма в Берлине, потому что, насколько я знаю, там больше всего сейчас ценится современное искусство, и там больше всего сейчас художников. Но я не хочу с художниками сталкиваться, я хочу именно до людей донести концепцию, которую я изобрел, и провести там свои лекции. И если это видео станет известно в англоязычном мире, то, надеюсь, у меня появится шанс это сделать благодаря вам. Также у меня есть много работ, выполненных асфальтом мелками, довесным углем на тротуарах, о которых я могу рассказать в следующей отдельной лекции, о которой я расскажу о том, как в одиночку рисовал в своем городе на серых улицах в течение почти 10 лет такие пейзажи. Вот, подпишись на этот канал мой, Винсент Фром Сибири, Александр Аленин. Распространяй репости видео, помоги мне озвучить это видео на английском языке, чтобы это понятно было иностранцам. И дальше я, возможно, буду делать домашние выставки, потому что я не могу по-иному. Я много лет не решался вообще на это, я носил это в себе, как и та ситуация, где на меня напали, когда я рисовал, это было в 2013 году. Потом меня там все отбирали, оскорбляли, и заставили уничтожить пейзажи, вызов на ряд полиции. И потом я в депрессии был, я носил это все в себе в два года. Только потом я как-то решился выложить это. И мне даже стало полегче немножко после того, как это... Ну, то есть понятно, в общем. И вот эту концепцию по социальному гиперреализму, которую некоторые называют депрессивной живописью, это на самом деле концепция, которая показывает нам на состояние современного мира, указывает на это, по-моему, на мой взгляд, очень ценное знание, которое я хочу донести для людей. Сейчас я уже дошел до того, что называют это татаритарной депрессией, вот этот термин, с которым я борюсь, пытаюсь его обозначить. И, пожалуйста, если ты можешь, знаешь немецкий язык, ты живешь в Берлине, то, пожалуйста, помоги мне провести выставку. Я долго считал себя недостойным этого, просить об этом или как-то обращаться к кому-то. Я просто молча рисовал, ходил в своем городе, и молча у меня в пыли эти мои работы все лежат, гниют. И моя жизнь просто проходит, и я просто уже, не знаю, в отчаянии и решил все-таки обратиться, сказать, попросить вот это все. Потому что я считал, что недостоин этого, ну просто такая вот ситуация. И вот есть у меня концепция, вот я тебе сейчас рассказал. Ах... 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 Продолжение следует...